Девушки отдыхают Между орденом и жизнью Между долгом и мечтой увидеть отца И, как и Артем, я выбрал мечту и отправился за ней По дороге мне иногда казалось, что остающиеся за спиной деревья Руины и покосившиеся столбы Просто бесконечный кинофильм на потрепанном экране А я полуночный зритель, сидящий в пустом зале Но каждое утро, встающая прямо по курсу солнца Приносила смену декораций, вселяя уверенность, что я все же приближаюсь к океану На шаг, потом еще на шаг И еще Несмотря ни на какие препятствия Когда-нибудь отдыхая на крыльце отцовского дома Я, может, и захочу написать книгу об этом путешествии Когда-нибудь Но не сегодня Я у города, где должен начаться последний этап моего путешествия И уже чувствую запах моря Если у меня и вправду есть шанс добраться домой Я найду его здесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ах, hello, Владивосток Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо Субтитры Алексею Дубровскому Хорошо, мне неприятности не нужны Я ищу корабль, мне домой надо Не знаю, что подходящего Ну, корабль у нас только один Зато подходящий Идем, покажу Ты тут осторожно, а то загремишь в трем К тем вон, красавцам Все гоняются за мной Перед котом своим выслужиться хотят Хорошо, хоть живые взять пытаются Ну чё, доставай бинокль Отсюда хорошо видно Вон, видишь? Вау, а сабмарин А здоровая какая Хороший билет мой А где твой дом, кстати? Как-то мне твой акцент подозрительно знаком Сан-Диего Опа, ещё один американец Что вам тут, мёдом намазано? Ещё один? Мёдом Да и вправду, похоже, не в курсе Так что расскажу, но позже Сворачиваемся Что за чёрт? Крылан заметил нас Уходим, пока не налетел Чёрт! Обостори! Проваливай, крыса летучая! Отвалень-ка! Отвалень-ка! Вау! Вау! Субтитры сделал DimaTorzok 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 У него нет новости, не ожидайте. Ладно, подождем. Глуши мотор, братва, ждем босса! Ладно! Вот, кстати, к вопросу про не твой день. Видишь, что там? Вижу. Тучи. Ха-ха-ха, тучи. Это, брат, буря. Точно, буря. И они у нас тут непростые. Попадешь в такую, не поздоровится. Так что повезло, что мы тебя приняли. Курьер, босс на мостике. Переключаю на него. Добро. Заводись! И давай на лодку. Ну что там, Мурс? Передали капитану предложение? Не, его шушера какая-то спугнула. Но с ним один тип был, мы его прихватили на всякий. Оказался американец. Ты там в своем уме? Обижаешь, босс? Ругался, как ты, в худшие дни. Дай-ка родейку американцам этому. Окей. Один супер-пуривен консидеру защитить спаслятский. Кварьер. Ленд-скорпул Сэмюэл Тейлор, ЮС-Маринкоп. Американец! Ахахахаха! Вау! С ума сойти! Ага, я и сам не очень верю. Ух ты! Да значит так, курьеры! Тут! Все меняют. Это МакОст, ясно? Быстро его сюда. Конец связи. Есть, Бош. Видишь? Эффект какой. А кто всё сразу понял? Кто сказал, что американец, а? Вау. Здоровая дура. Ваща наша. Да уж. Смотри, это Босс. Это он? Это я. Вау, хеллоу, зэр. Тебя что, не развязали? А? Сейчас. Прошу, набор. Повезите госта к трапу. Есть, Босс. Чёрт, кота разозлили. Надо было развязать его сразу. Получили б за то, что развязали. Да, коту иногда вообще не угодишь. Похоже, день не наш. Коп! Ну, ваше отчество прибыли. Поднимайтесь на борт. Продолжение следует... 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 Понимаю. А что же капитан? Устроил скандал, пытался от нас избавиться, но когда понял, что его карта окончательно бита, сбежал. Ну, значит, теперь ты решаешь, куда плыть, правильно? Эт да. Только у нас есть одна проблема. Лодка-то на ходу, но реакторы выработали все топливо. А достать новую и заправить лодку может только бывший капитан. К сожалению, после того, как мы разошлись во мнениях, он с нами даже разговаривать не желает. Понял. Многое начинает проясняться. Прекрасно. Тогда вот мое предложение. Сэм, побудь парламентером. Уговори старика. Пусть он поможет добыть топливо, а мы оставим ему поселок и найдем себе базу получше. И пусть забирают всех членов экипажа, кто не захочет идти со мной. И как будет топливо, первый пункт назначения — Сан-Диего. Дил? По рукам. Сэм, как парламентеру тебе нужна защита. Я пошлю лучших людей. Спасибо, Клим, но я предпочитаю работать один. Вот это я понимаю, хватка. Оставь, Клим. Сэм справится. Как скажешь, босс. Значит, договорились. Но все же, раз ты представляешь нашу сторону в переговорах, надо тебя экипировать, как положено. Клим, настрой, пожалуйста, рацию Сэм на наши частоты. Ага. Вот. Теперь самая главная карта. Точная, насколько это сейчас возможно. Плюс здесь помечено известное нам укрытие капитана. Так что попробуй сначала пройтись по ним. Есть. Сэм, Клим. Ну что, с радио разобрать. А за остальным за Дифтир. Там тебе все выдадут. Заодно и оружие пристреляешь. А лучше сначала передохни. Ты же с дороги. Спасибо, но я лучше пойду. Предпочитаю ковать железо по караса. Ха-ха-ха-ха. Ну, как знаешь. Спасибо, Том. Но я пойду. Будра-то уже кончилась. Удачи. Будем держать связь. Обязательно. Счастливо. Счастливо. Пока. Том, вот скажи, какого? Что, какого? Какого ты мне пацанов с ним послать не дал? Взяли бы козла старого. По-тихому. Знаю я твое по-тихому. Хватит. Вы же облажались, твои пацаны, когда капитан ушел. И ладно сам капитан. Он хоть на виду. Старпом где с остальными? Ищем. Ищем. Год уже скоро будет, как ищете. И сейчас капитан наш единственный шанс. Ты понимаешь? Так что твоим пацанам я его доверить не могу. А этому залетному можешь? Он американец. И что? Я его не знаю. Ты его не знаешь. Знаю. Он выжил в Москве. Понимаешь? Выжил и добрался сюда. Ну, как знаешь. Знаю. И получше тебя. Ладно. Проехали. У тебя за проходом на верхние болота. Наблюдаешь кто-то? Двое на точке. Давай подумаем. Привет, дядя Сэм. Тебе в тир сейчас. Там все выдадут. Босс распорядился. Вон туда. По мосту. Здорово, американ. О, похоже, починил. Пора проверить. О, а вот и наш гость. Раз знакомству. Я Данила, оружейник Тома. Босс приказал поскорее тебя экипировать. Так что давай сразу к делу. Сначала универсальный детектор. В руинах полно мин. Так что без этой штуки из дома не выходи. Кроме мин она еще ищет запчасти, оружие. Всякую всячину, в общем. Неплохо. Именно так. Теперь автомат. Выглядит знакомо, но необычно. Местное производство. Под самодельные зажигательные патроны. Первое дело от мутантов. Обычными патронами тоже стреляет. Только магазины особые. Чтобы наши идиоты их в обычные автоматы не тыкали. Спасибо. Буду беречь. Рад слышать. Ну, пожалуй, у меня все. Можешь испытать обновку. У моего помощника на готове пара магазинов. Вот ваши патроны. Удачи. Только этот не просто выглядит знакомо. Это самый настоящий 45-й калибр из складских запасов Тома. Мы немало таких в свое время продали. Но этот в идеальном состоянии... Не откажусь. Попробуй поразить все цели. Всегда хотел посмотреть, кто купит морские. Вот это. Оу! Впечатляет! Отлично! Прямо в цель! Вот это я понимаю! Меткая стрельба! Сэмперфай! Спасибо, что показал класс! Сразу видно настоящего мастера. И я-то разбираюсь. Хе-хе. Спасибо. Отличная стрельба! Вот ваш приз. Да ничего особенного. Ну что, Сэм? Не буду тебя больше задерживать. Удачи! И вообще все отберут и замочат. И тебе еще повезет, если быстро замочат. Так вот, если долю получил, обязательно доведет сделку до конца. И проследит, чтобы нас... О, обереканец! Привет-привет! Как жизнь? Что мы сейчас делаем-то? Ты, говорят, капитана видел. Как он? Хотя не надо. Сам понимаю, что тяжело. А, это не вопрос. Если еще встретишь, скажи ему... Скажи, мы помним все, что он для нас сделал. И готовы идти за ним, хоть в ад. Но мы проверяем еще. Но уже понятно, что недостача получается. Так что? Тебе не нравится новый курс Тома? Да есть тут один... Слушай, я знаю, ты специально подначиваешь, но мне вообще пофиг уже. Так что скажу начистоту. Мне не то, что курс. Мне не сам Том, не его бизнес не нравится. Но это, блин, не главное. Меня бесит, как он власть захватил. Как капитана бортанул с офицерами всеми. Ну и клим еще с упырями его. Вот что главное. Так что можешь смело бежать и климу докладывать. Пусть он меня уже на подвал посадит. И покончим с этим. Вот, я все сказал. Пошел теперь нахрен. И вовсе не зачем так орать, дурак. Вовсе я не собираюсь никому докладывать. Ага, ну да, конечно. Расскажи остальным, которых уже на подвал утащили. Какая же сука. Отлично, отлично. Это им понравится. Ну, снова привет, американец. Ты же не обижаешься. Не обижаюсь. Ну и отлично. Босс сказал подать тебе хорошую лодку. Так что вот. Выглядит неплохо. И управляется отлично. Просто рули, как на машине. Доработай машинкой. Газ-реверс. И дело в шляпе. Ну, принимай командование. Удачи. И семь футов под килем. Бой, гайз. Ничего себе. Ха-ха-ха, вот тупая скотина. Это сейчас мина была, так что посматривай. Их тут для черта, потому тебе дотекторы выдали. Если рядом мина, надо взять тебе лампочка за горится, и он подъедет в направлении. Сервис я, Том. Как слышишь меня? Слышу тебя отлично, Том. Хорошо. Забыл сказать, теперь все мои люди в курсе, что ты кто. Правда, вокруг шляется целая куча всякого отремья. Зашли, если кто проиграет в раздепле. Спокойно можешь быть на пополу. Спасибо, Том. Буду иметь меня. Пожалуйста. Удачи, Том. Конец смерти. Поехали, Том. Я MixED Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДамTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Местные уроды давно поняли, что ко мне лучше не соваться Идем, пока новых не набежало Тупые твари Сколько не убивая, они все лезут Взялся? Продолжение следует... Продолжение следует... Понимаю, скажи Эд У Тома был? Да, он предлагает сделку Да, сделки он любит Эх... Старость, не радость Ну, почти пришли Ладно, спаситель, будем отчаливать Прошу на борт! Нам еще до места добраться надо Скажи, Эд, что тут произошло во время войны? Попаданий по городу вроде не было Так откуда такие разрушения? По городу не было, да Зато по морю были Аккуратненько так, прям по линейке А мы не стреляли даже Все цели и основные, и запасные Без нас отработали Мы запросили указаний Но ответа не получили База, понятно, была уничтожена Пошли сюда Все-таки штаб здесь Ну, а как добрались Города не узнали Тогда, понятно, все еще хуже было Как вспомню, запах Выживших было мало Да и те, честно говоря, непонятно, как уцелели Мы их с высоток поснимали Организовали кое-как Ну и устроились в доки В общем, неплохо даже устроились По крайней мере, электричества хватало с реакторами-то А когда топливо выработалось Мы уже были готовы Обзавелись плавучей электростанцией Вот об этом богатстве слухи и пошли А на них, понятно, явились бандиты А потом и Том нарисовался С предложением объединить силы И организовать эффективную оборону Снайпер, ложись! Эх ты, черт! Не засыпил? Порядок! Голову береги! Ушли, братья Видел, откуда бил? С воды гада не достать Не надо высунуться, я не займусь Уверен? Ну что ж, действуй Не засыпай! По крайней мере Не засыпай! Ну и нет Не Reading СледÉ В этом Ушли, эс! Сука, сон! Ура! Сука! 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 Пацаны, вот как газы, сука! Ну так, отклей скуку! О, сука, готовься! Ай-ай, скуку! Эй, пацаны! Я тут один реально не справляюсь! Бычара какой-то бешеный! Так, сейчас нам все понижаем, не боись! Бежит гад, шпатлый! Раба! Наших валят! Отсюда межливо нельзя! Вольнем гада в доме! Идите, у меня в гады этого! Анто, я с ним все зерно удастся! Это же, Santi! Иди ты где ж, отверглый! А то я все все зерно удастся! – А-а-а! – А-а-а! – А-а-а! Иди ты где ж, отверглый, отвергasha! – А-а! – Дальше! Ну всё в темпе! Безушарно этот некарится где-то! Чё, сука, зашлился? Довезительно! Ну нафиг! Я на нычку! Ну, папа, ты чисто покажись на... Эй, брат, пап! Чё там внезонно? Ну, папа! Ща я пойду и сучару эту натяну на! Ха! Ха! Эх! 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 Всё, 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 брателла, спаку-ка, всё путём! Вижу, теперь серьёзные люди по делам плывут, так что больше мешать не буду! Ахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Это-то Сэм. Снайпер нейтрализован. Молочина, Сэм. Спускайся на причал. Сейчас я тебя подберу. Ну как? Проблемы были? Нет проблем. Сэм. Спускайся на причал. Ловят мутантов по-развальным. Ну, зверолюдей этих. Они тупые и злобные, но крепкие. Повозки таскать, баржи тянуть, приводы крутить. Вполне подходят. Но и жрут немного, так что выходит выгоднее, чем горючее жечь. Вот бандиты этих уродов ловят, приручают немного, а потом оптовикам сдают. Те пару раз в месяц с юга приходят. Расплачиваются оружием, боеприпасами, рисом. В общем, все, что нужно для жизни на природе. Ха-ха-ха. В поселок тоже заходят. Берут в основном генераторы восстановленные, моторы, другую технику. Наши механики все-таки золотые руки. А ну и рыбу еще вяленую. Такова вот экономическая жизнь региона. Хе-хе-хе. А, а чего эти ловцы по нам стреляли? У них весь город на участке поделен. Долго разборки шли, так что теперь по всем, кто без опознавательных знаков, они сразу стреляют. Понятно. Держатся за хлебные места. Ха-ха-ха. Точно. Ну все, Сэм, приехали. Швартуемся и идем покажу тебе свою резервную базу. Кул. Так что, расскажешь, что там Том предлагает? Да, в общем, предлагает оставить тебе поселок и всех, кто не захочет идти с ним. Как щедро. А чего он хочет? Хочет, чтобы ты достал топливо для лодки. Ха-ха-ха. Заходи, Сэм. Не волнуйся, лифт работает отлично. Мы давно с ребятами эту базу готовили. На крыше дизель стоит. Лестница у нас вариант на крайний случай. На нижних этажах полно уродов. Так что лифт — это не роскошь. Главное, чтобы генератор работал. Значит, ребят тогда не поймали. Или не смогли у них ничего выпадать. Каких ребят? Когда с Томом стало все ясно, мы с товарищами решили заправить лодку и увезти ее из поселка. Понятно, всю команду не посвящали. Знали только Сан Сеич, старпом мой. Да минер с химиком, Саша Второй и Володя. Они вышли на разведку. Две недели были на связи. Топливо нашли. Операцию назначили на ночь. Договорились, что я их подберу на месте. Но там вместо них меня ждали люди Клима. Еле ушел. Думаешь, их схватили? Не знаю. Может быть и нет, но совпадение, согласись, странное. Да. Так, приехали. Заходи, Сан. Ну, Сэм, добро пожаловать. Скажи, Сэм, какой тебе интерес связываться со всем этим? Я домой хочу попасть. Только и всего. Том обещал подбросить. До того, как начнет новую ядерную войну. Или после. Сэм, это страшное оружие. Оружие, которое было доверено мне, чтобы защищать Родину. Не для того, чтобы с его помощью пиратствовать, или пусть даже устраивать царство Божие на земле. Понимаешь? Я не использовал его в войну. Так какое же право кто-либо имеет использовать его сейчас? Когда эта война нас всех чуть не прикончила. Э, Том разумный человек. Не думаю, что он на это пойдет. Том, прежде всего, бизнесмен. И цели добьется любым способом. Неужели непонятно, что обещание оставить здесь всех, кто не захочет с ним идти, угроза? Как думаешь, что с ними произойдет, если я не заправлю лодку? По-моему, ты сгущаешь краски. Давай, я его сейчас вызову, и ты с ним все обсудишь. Ну, давай. Том, это Сэм. Капитан согласен поговорить. Перфект. Эдуард, не буду ходить вокруг да около. Мне нужно топливо. А ты хочешь вернуть себе посолок, своих людей в власть. Я готов отдать тебе все это. Как долго реакторы будут заправлены, мы выйдем в море, и вы нас больше не увидите. Ты не веришь, что я не воспользуюсь ракетами, но я даю тебе слово. А ты знаешь, что слово я не нарушу. Ну, пока не нарушал, если не придираться к мелочам. Допустим, даже я поверю тебе, но Климу никогда. Он тебе не сказал, что вольные бандиты работают на него? С чего ты так решил? Доказательств нет, но мои друзья пропали без вести. Клим ничего про них не говорил? Сказал, что ищет. У меня давно уже были на его счет подозрения, и теперь они начинают оформляться. Боливару не снести двоих. Когда топливо будет здесь, вопрос с Климом будет закрыт. Какие еще условия? Больше никаких. Значит, по рукам? По рукам. Я знаю, что еще пожалею об этом, но я согласен. Не пожалеешь. Договор есть договор, Эдуард. Скоро увидимся. Спасибо, что поверил ему. Сэм, я ему не верю. Ни на секунду, чтобы он там не говорил. Не верю. Но... Но у тебя нет выбора. Именно. Выбора у меня действительно нет. А, черт. Генератор опять вырубился. Идем посмотрим. А, черт. Прежде чем идти, сначала надо колено вправить, а то опухает уже. Конечно, это у тебя, Паин Киррос, есть. Вообще, я не пью, но у меня тут ящик молотовых. Смесь самогона с рыбьим жиром должно помочь. Хотя, конечно, еще б закуску какую-нибудь организовать. Вот. Вот это да. Теперь живем. Ну, откладывать теперь уже смысла нет. Твое здоровье. Да, неплохо. Ты тоже подкрепись. Ты уверен? Еще бы. Пей. И давай еще раз. Чирс. Ну, тащи. Давай. Как следует тащи. Ладно. Тащу. Черт. Ужас, как больно. Спасибо за ногу. Уже не болит почти. Твое здоровье. Чирс. Знаешь, давай сегодня отдохнем. Не болит. Не болит. Идем посмотрим, что там с генератором. Ты уверен? И тот вламывается к нам с торпом и орет. Где магнитофон, мой ироды? Да, думаю, все теперь. Включайся. Черт. Черт. Оказалось, не все. А? Слышишь, что там? Мюзыка? Вот была бы у нас музыка. Вот это мысль. Эй, ю. Вот так. Так. Ща разберемся. Вот теперь точно все. Включайся. Хе. На, умер. Ща, вычинил. Да будет свет. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Куда? Кстати, Сэм. А про себя рассказать не хочешь? Ты уверен? Давай, Сэм. Жги. Могу. Why not? И когда полковника похоронили, я понял, что мне пора. Я знал, что Дэд... Он ждет. Спасибо, что рассказал, Сэм. Положение у нас тогда было совсем аховое. Пришлось согласиться. И вот этот вот гад хочет весь мир спасти? Ха-ха. Он станет пиратом с ядерными ракетами. Понимаешь? Не знаю. Но вряд ли прямо пиратом. Он же идейный. Их-ха! Эмки газовал! Ох, хорошо. Вот что, Сэм. Отличный ты парень. Не знаю. Эд, он все же не псих. Да, понимаю. А, черт с ним. Давай еще выпьем. Давай, давай, пей. А, что, Сэм. Отличный ты парень. Но не хватает тебе уважения к старшим. Вот ты... Вот ты чего не пьешь? Эй, Эд! Хе-хе, я здесь. Ты здесь? И там тоже. Странно. Надо выпить. О, хорошо пошло. Не плохо, не плохо. Ура! Вот это мысль. Вот это совсем другое дело. Эда! Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Эд. Эд! Че орешь? Эд, я ослеп. Мы что пили вчера? Да не ослеп ты, а мордой вниз спишь. И хватит так орать. О, голова раскалывается. Вот поэтому я и не пью. Кошмар. Но оттягивает. На, полечись. Легче станет немного. Ну, если легче... Вот хорошо. Пока ты приходишь в себя, давай вернемся к вчерашнему разговору. Топливо тут действительно есть, и даже недалеко. В подземной базе субмарин. Туннели частично затоплены, но до цели добраться можно. А вход через здание штаба флота. Только радиация там сумасшедшая, и без защитного костюма лично я туда не сунусь. Вот в этом здании была пожарная часть, и костюмы на случай аварий на объектах у них точно были. Сейчас там бандиты обознавались, так что прогулка должна получиться веселая. Ты как, справишься? Окей. Мне нужно немного проветриться, так что схожу за костюмами. Спасибо, Сэм. Я тут пока тоже подготовлю все. Спускаться лучше по лестнице. Дверь вон там внутри. Да, чуть не забыл. Как будешь спускаться, заряди, пожалуйста, ловушки. А то мутанты и сюда захаживают. Постараюсь, Эльд. Коктейль у меня последний остался, забирай. Там на нижних этажах много бандитов-неудачников лежит. У них должны быть материалы. Пригодится. Эд, это Сэм. Одну ловушку зарядил. Отлично. Осталось еще четыре. Эд, это снова Сэм. Олдан, ловушки заряжены. Спасибо, Сэм. Выручил. Сэм. Выручил. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мы вешаем бунтовщиков в наших краях Диспетчерская situation под контрол скажи своим людям сдаваться тебе нарыло сюрприз падла ах ты ну падла как сейчас я тебя Девушки отдыхают... Не отрывайся! Найди, су-чара! Дам ее на кран, смотри! Все! Скрою! Бастер! Подожди... Чертова лодка... Сэм, пора! Я их в центральном посту задраю! Решай, скорей! Сэм, что это значит? Зайди, взять! Люк задраен! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... 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 Продолжение следует...